Так, сейчас выступит перед вами Семиклазова Татьяна Юрьевна, доктор медицинских наук, заведующий отделом, ведущий научный сотрудник инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации Института онкологии Петрова, расскажет вам эффективность и безопасность биоаналогов лечения ХЕР-2 положительного рака молочной железы. Потом вопросы-ответы. Здравствуйте. Сегодня презентация создана, с одной стороны, как для врачей, но я попытаюсь рассказывать вам на доступном, понятном языке, потому что любой доклад основывается на доказательной базе. И эта доказательная база должна быть серьезной. И, собственно, почему мы эту тему поднимаем? Потому что для каждого лекарственного препарата рано или поздно заканчивается патент. То есть создан препарат, он проходит какую-то первую, вторую, третью фазу клинических исследований, затем патент заканчивается, патентная защита, и появляются биоаналоги для таргетных препаратов и дженерики для лекарственных препаратов, таблетированных препаратов, малых молекул. Ну, например, нам хорошо известен препарат ацетилсалициловая кислота. Ну, ведь самый простой аспирин – это торговое название того же самого ацетилсалициловой кислоты. Производители могут быть разные. Но качество у этого препарата, у группы, у препаратов, у которых международное непатентованное название одинаковое, соответственно, и дженерики, они должны полностью соответствовать первородному препарату, собственно. И когда вот вы берете любой препарат, торговое наименование, а таких препаратов с торговыми наименованиями различными, их огромное количество, то все врачи или любой специалист должен посмотреть на МНН, международное непатентованное название. И там, соответственно, мы поймем, о чем идет речь. Собственно, о чем сегодня пойдет речь? Сегодня пойдет речь о биоаналоге, таргетном препарате, который используется для HER2-позитивного рака молочной железы. Собственно, что такое рак молочной железы? Это болезнь, болезнь социально значимая, которая может постучаться внезапно в каждую восьмую семью. И в этом, к сожалению, никто не застрахован. Причины внутренние и внешние могут быть разные. Но вот для любого рака молочной железы есть свой биологический потип. Вот как у нас у человека, у каждого есть паспорт, так вот для рака молочной железы также есть свой паспорт. Вот на поверхности опухолевой клетки есть рецепторы эстрогенов, рецепторы прогестерона, рецепторы эпидермального фактора роста. Вот это название HER, как бы оно ни звучало, но это эпидермальный фактор роста второго типа. Вот так вот на поверхности, на ядре опухолевой клетки, вот такой вот совершенно замечательный рецептор. И экспрессия белка на поверхности ядра опухолевой клетки или амплификация, то что происходит с ядерным аппаратом внутри клетки, когда происходит активизация, большая продукция этого рецептора, то в данном ситуации, что это приводит? Это играет важную роль в развитии и прогрессировании HER2-позитивного рака молочной железы. Но как только открыли эту мишень, мы смогли эффективно контролировать HER2-позитивный рак молочной железы. И вот эти вот рецепторы, то что я говорю, на ядре опухолевой клетки, таких рецепторов 4. Но наибольшую актуальность для нас имеют рецепторы второго типа. И каждый раз, когда мы приходим, вы приходите к врачу или пациент ко мне приходит, я всегда говорю, а что же у вас, какая же у вас иммуногистохимия, давайте посмотрим. И тогда доктор смотрит, и уровень рецепторов эстрогенов во время иммуногистохимии определяет рецепторы прогестерона и HER2. И, соответственно, для этих препаратов, для таргетных препаратов, есть биологически активная терапия, в частности, тростозумаб, который действует на рецепторы внутри клетки. И есть еще малые молекулы, которые воздействуют на нижележащие сигнальные пути, на тирозин кеназу первого и второго типа. Роль собственной HER2, почему мы говорим? 20% женщин, страдающих раком молочной железы, у них есть экспрессия HER2. Но какая ситуация? Ведь иногда бывает процесс, когда изначально ранним стадиями раком молочной железы проходит лечение, но, тем не менее, через какое-то время наступает активизация процесса. В этом никто не застрахован. Это просто такая биологическая предрасположенность данного заболевания. Мы всегда делаем повторную биопсию, и в ряде случаев HER2 статус может меняться. Сначала он мог быть негативным, то есть отсутствовали рецепторы эстрогенов, потом они становятся позитивными. Поэтому обязательно, если происходит, вот уже было комплексное комбинирование лечения лет 5 назад, 3 года назад происходит активизация болезни, мы обязательно делаем повторную биопсию, определяем паспорт опухоли. Изначально, когда не было тростозумаба, препарата, заболевание HER2 позитивное, которое у четверти пациентов рака молочной железы наблюдается, оно характеризовалось достаточно агрессивным течением. Могли быть и висцеральные метастазы в лёгочную ткань, печёночную ткань, могли быть изменения в головном мозге. Но именно благодаря тому, что появился тростозумаб, и вот эта мишень, она эффективно контролируется, выключается тростозумабом, сразу выключается вот эта агрессия рака молочной железы, и он течёт достаточно благоприятно. Поэтому для HER2 позитивного рака молочной железы тростозумаб – это вот как живая вода для этих пациентов. У меня есть пациенты, которые уже 7-8 лет получают этот препарат, и учитывая, что у них были метастазы в головном мозге, это очень страшно отменять, потому что мы понимаем, что мы можем убрать важнейшую, ключевой выключатель этой болезни, и мы не застрахованы от прогрессирования болезни. Вот благодаря Деннису Слэмону в своё время, это вот как существует, наверное, Нобелевские премии, я вот не знаю, почему до сих пор ему не вручили, потому что с этого момента, как только пошла речь о возможности, была открыта мишень, затем сразу появился ключик к этой мишени, то есть мы увидели замочную скважину, мишень, и нам нужен был замочек, который сможет эту мишень, замочек открыть, и тем самым справиться с этой болезнью. Так что Деннис Слэмон – это тот, кому мы обязаны, по сути, появлению тростозумаба. Показания к назначению тростозумаба – это как ранние стадии рака молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией ХЕР-2, особенно при поражённых лимфатических узлах. Это и для метастатического рака молочной железы с опухолевой экспрессией ХЕР-2, опять-таки, когда гиперпродукция данного рецептора тростозумаб крайне важен. И что ещё всегда надо, на что мы обращаем внимание? Да, мы чётко определяем рецепторы эстрогенов, рецепторы прогестерона, но вот бывает ситуация, когда рецепторы ХЕР-2 может быть 2 плюса, то есть их градация какая – 1+, 2+, и 3+. 1+, – это отрицательный статус ХЕР-2, 3+, – это положительный статус ХЕР-2, но бывает эпидермальный фактор роста второго типа 2+, – это так называемая серая зона. И в такой случае мы должны сделать дополнительный молекулярный метод, так называемый FISH, как рыба по-английски переводится, но тем не менее это флюоресцентная гибридизация in situ. По этим огонёчкам, которые загораются в поле зрения исследователя, может определить, амплифицирован, увеличен ли копийность гена ХЕР-2 или же нет. Если копийности гена ХЕР-2 нет, соответственно, нет ни позитивный статус. Если есть увеличение копийности данного гена, тогда, соответственно, это уже истинно позитивный ХЕР-2 рак молочной железы, который требует назначения тростозумаба. Ну вот молекула, она достаточно такая интересная, химеризирована часть компонента, есть от мышиного антитела, но большая часть – это крупная молекула. И как работает, собственно, тростозумаб? Всё очень просто. У нас есть рецептор, и взаимодействие с тростозумабом в результате механизма антитела – зависимая цитотоксичность, что приводит к блокированию сигнала ХЕР-2, и не происходит активизация опухолевых клеток, и нет сигнала к делению опухолевых клеток. Потому что, по сути, у каждого человека, буквально у каждого на планете, чуть ли не каждую минуту образуются опухолевые клетки. И опухолевые клетки элиминируются организмом, но случаются какие-то внутренние или внешние факторы, которые останавливают уничтожение этой клетки, и клетка, опухоль начинает бесконтрольно делиться. И в данном случае тростозумаб, он взаимодействует с рецептором, это как ключик к замку, он останавливает от этого деления клетки, и клетка попросту погибает. История анти-ХЕР-2 терапии, то есть это препаратов, биологически направленных против мишени ХЕР-2, то есть того злого пускового фактора, который активизирует рост опухолевой клетки, прошло несколько этапов. С того момента, когда в 1984 году был Вейлинген-2, и вот буквально в 1993 году, когда уже приступили к исследованию тростозумаба. Если говорить о настоящем моменте, то сейчас уже тростозумаб используется в течение года адювантно, после того, как завершено при ранних стадиях лечение, хирургическая лучевая терапия, и может использоваться совместно с химиотерапией, либо с лучевой терапией, или же также используется при метастатической болезни, уже в комбинации как с гормонотерапией, это могут быть либо ингибиторы ароматаза настрозол, литрозол или тамоксифен, или же цитостатики, по клетокселу, доцитокселу, и на самом деле могут использоваться и другие комбинаторные партнёры. Тростозумаб эффективно работает любым цитостатиком. Вот такой вот интересный препарат. Что самое важное? Знание того, что есть в гиперэкспрессии ХЕР-2, позволяет нам говорить о том, что, во-первых, мы знаем, что это заболевание будет протекать благоприятно, потому что у нас есть препарат, который блокирует, и самое важное, меняется биология опухоли. Это вот как представить, если вот этот бурный лавовый поток, который несётся с горы, сметает всё живое вокруг, то назначение тростозумаба превращает это в такую спокойную деревенскую речушку, где-то даже с болотом небольшим. То есть совершенно меняется биология опухоли, и заболевание становится хорошо контролируемым и течёт десятилетиями, или в ряде случаев мы говорим при ранних стадиях об излечении этой болезни. Да, распространённое это заболевание, и самое интересное, что наименьшая распространённость, как это ни странно, в Японии, благодаря именно активному образу жизни, такой вот морской диете, но с другой стороны, японки, они, к сожалению, поплатили за это высокой частотой рака желудка, опять-таки, за счёт этой диеты, которая богатая морскими продуктами. Но, если же даже эти японки приедут на территорию Российской Федерации или на территорию Соединённых Штатов Америки, заболеваемость будет точно такая же. То есть, вот это как убирается фактор пищи и активного движения, то, соответственно, уже японки не так редко болеют раком молочной железы, начинают болеть, как все остальные. Поэтому, если мы говорим о раке молочной железы, то самая главная профилактика, это прежде всего активный образ жизни, как и для каждого человека. По утрам нужно всё равно делать зарядку хотя бы 15-20 минут, это сложно, но это нужно. И более того, посчитано, что 150 минут активной двигательной активности, это может быть и утренняя ходьба с этими палками, без палок, и бассейн, надёжная защита от прогрессирования опухоли. А самое главное, снижение массы тела также является значимым фактором профилактики прогрессирования болезни. И почему, собственно, мы стали говорить сейчас о биоаналогах? Потому что, когда ко мне приходят на приём, всегда спрашивают от Татьяны Юрьевны, а вот у нас есть оригинальный препарат, а у нас есть биоаналог. Собственно, как мы, есть ли разница в эффективности, есть ли разница в токсичности. Но в любом случае, у нас есть, никакой биоаналог никогда не будет зарегистрирован во всём мире, в том числе в Российской Федерации, где также всё жёстко контролируется в отношении биоаналогов. Понимаете, какая ситуация? Мы охотно подсознательно доверяем биологически активным добавкам. Пишутся там совершенно потрясающие сказки, но ни на одном заводе, который выпускает биологически активные добавки, не контролирует, собственно, что туда кладут. Туда могут положить МИЛ, туда могут положить какие-то кортикостероидные препараты. Я не хочу обидеть никакое производство, но всё, что касается биологически активных добавок, что бы сказочно там ни писалось, это неконтролируемое производство. Всё, что касается официальных лекарственных препаратов, прежде чем там появятся, они появятся у нас в государственном реестре лекарственных средств, появится регистрационное удостоверение, это проходят жёсткие клинические исследования. И сначала у нас есть оригинальный препарат, затем создаются биоаналоги. И биоаналоги, они проходят жёсткие рамки клинических исследований в соответствии с биоаналогами. И вот закончилась для тростозумаба его патентная защита, оригинального тростозумаба. И сейчас во всём мире активно выходят препараты-биоаналоги. Но ведь, я ещё раз повторяю, мы не задумываемся об аспирине, о лицетил, салициловой кислоте, ещё какие угодно препараты, потому что для нас это уже для парацетамола огромное количество биоаналогов. Потому что мы понимаем, что это всё работает, это всё хорошо, это вот так же всё работает. И для хердопозитивного в раке молочной железы. И почему я это говорю? Потому что этому становлюсь свидетельницей каждый день. Да, прошло не так много, три года. И сейчас действительно препарат, это вот я могу говорить на словах, но дальше я буду представлять доказательную базу, что препарат аналогичен по эффективности и безопасности оригинальному препарату. Я в данном случае говорю о препарате компании Биокат, и вот сегодня выступали представители пациентского сообщества и делили своими впечатлениями, насколько всё соответствует внешне современным канонам производства. А с другой стороны есть документация, свидетельствующая о внутренней оснащённости, которая соответствует всем международным стандартам GMP, это стандарты международного производства лекарственных препаратов. И препарат наносит название, вот он написан на слайде таким образом, часть это от рецептора HER, о котором я говорила, и часть названия этого препарата от названия компании, собственно, где препарат и родился на свет. Объём испытаний инвитро, то есть каждое исследование, особенно если мы говорим о биоаналогах, а биоаналоги уже появляются буквально у каждого таргетного препарата, биоаналоги есть и для бивоцузумаба, который широко используется для лечения колоректального рака, а для хердопозитивного рака молочной железы, тростузумаб, это просто живая вода, которая должен быть. И чем больше этого препарата, мы можем, все пациенты в 100% случаев должны обеспечиваться этим препаратом. И очень важно, когда у нас увеличивается доступность для всех нуждающихся в этом препарате. И вот те клинические исследования, которые проходят, они проходят ряд этапов. Сначала исследование инвитро, здесь вот соответственно все это показано, и нам очень важно, целью данных исследований инвитро является выявление любых различий биологической активности между биоаналогом и оригинальным препаратом. И здесь прежде всего мы оцениваем качество этого препарата. Доклинические исследования также мы оцениваем и вирусологическую безопасность, и чистоту, и гомогенность, это исследователи оценивают, или же соответственно те учреждения, в которых проводятся эти клинические исследования. Изучение профиля гликозилирования, то есть определение состава и количества на содержание моносахаридов структуры белка и исследование о приверженности к антигену, сродству к антигену, такой термин, как есть афинности к антигену ХЕР-2, потому что если не будет сродства к антигену ХЕР-2, то соответственно у нас не будет такого взаимодействия ключика к замку, о котором мы сегодня так много говорили. До клинических исследований посмотрите, сколько всего проходит этапов, чтобы препарат дошел до нуждающегося в нем пациента. Это исследование на культурах и тканях человека. о чем я говорила, это исследование инвитро. Здесь происходило исследование кросс-реактивности на 27 типах тканей. И более того, мы определяем специфическую активность на культуре клеток. Исследование антипролиферативного, антиразнажающегося эффекта опухолевых клеток проводилось на культуре клеток ВТ-474 линия клеток арциномии эпителия протоков молочной железы. И здесь было важно показано, что специфическая активность препарата это биоаналога тростозума так и как оригинального препарата оказались идентичны и составили в среднем более 90%. Что очень важно. Более того, я говорила, что тростозума взаимодействует с рецептором HER2 взаимодействует посредством механизма антителозависимой цитотоксичности. Так вот, оказалось, и это было показано, что между тростозумабом и биоаналогом тростозумаба достоверных отличий между графиками зависимости не наблюдается. То есть, одинаково работают как оригинальный тростозумаб, так и биоаналог, отечественный биоаналог тростозумаба. Других у нас сейчас на нашем пространстве в лечении хердопозитивного рака просто нет. У нас есть отечественный препарат, произведенный на заводе биокат, и соответственно оригинальный препарат тростозумаба. Исследования дальше проводятся. Посмотрите, как их много, они сложные, имеют свою составляющую, но в целом исследования тоже комплимент опосредованность цитотоксичности. Корреляция между концентрацией образцов раствора и степенью флуоресценции отсутствует. Следовательно, образец тростозумаба и биоаналога тростозумаба не обладают комплимент опосредованной клеточной цитотоксичности. Вот умные такие слова, но всё-таки всё это подтверждает о том, что препарат на этапе инвитро, эти препараты сопоставимы по важным таким вот характеристикам. И опять-таки мы оцениваем, посмотрите, и токсилогические свойства препарата при однократном, многократном введении. Оценка иммуногенности оценивается, оценка иммунотоксичности и аллергизирующей активности, оценка местно раздражающего действия, оценка фармакокинетики препарата, то, какая концентрация препарата возникает в момент введения и затем постепенно по времени как быстро выводится из организма. Клинические исследования для биоаналогов, если для оригинального препарата должна быть первая фаза, вторая и третья, и соответственно этому предшествуют исследования на лабораторных животных, то для биоаналогов нужно пройти соответственно первую и третью фазу. В первой фазе показать, что препарат эквивалентен по основным характеристикам, а в третьей фазе препарат уже доказывает свою эффективность и безопасность уже на однородной группе пациентов. И если мы доказываем эффективность по одному показанию, это для соответственно биоаналогов и все те показания, которые есть для оригинального препарата, они автоматически зачитываются для биоаналога. Исследовательские центры, это порядка 20 центов России и 11 в ближайшем и дальнем зарубежье. Проходили исследования первые фазы по тем международным критериям, которые существуют. Первая фаза включает небольшое количество пациентов, потому что таков дизайн исследования. Здесь было несколько групп. В одной группе исследовался оригинальный препарат вместе с цитостатиком по клитоксилу, в другой группе исследовался тростозумаб соответственно отечественный вместе с цитостатиком. И оказалось, что по всем характеристикам нам цель была сравнить фармакокинетику и безопасность препарата после однократного введения. И для этого все было сделано. Вот так выглядел дизайн исследования. Включалось 48 пациентов. В один рукав это были пациенты, которые получали отечественные тростозумаб. В другой группе включались пациенты, получающие тростозумаб оригинальный и оценивалась безопасность и фармакокинетика в этих двух группах. И вот было показано, что анализ проводился во-первых, со всеми международными рекомендациями по воспроизводимости препаратов моноклональных антител. И здесь фармакокинетика тростозумаба после первого введения соответствовала соответствовала, варьировала доверительный интервал от 80 до 120%. Фармакокинетика опять-таки была сопоставима, то есть препарат одинаково накапливался и выводился концентрация препарата, соответствовала BCD это препарат от названия компании Биокат, соответственно, отечественные препараты тростозумаб соответствовала герцептину оригинальному препарату. И вот в исследовании первой фазы исследователи должны были показать это оценить побочные эффекты и побочные эффекты как в группе тростозумаба так и группе отечественного препарата биокат и что я хотела как отечественного препарата так и оригинально. Что самое важное, те пациенты, которые получают ростозумаб, обязательно раз в три месяца должны оценивать фракцию выброса левого желудочка. Собственно, почему? Потому что рецепторы HR2 есть не только на опухолевой клетке, но и рецепторы HR2 есть и на сердце. Поэтому ростозумаб, действуя с рецепторами по механизму антителозависимости от токсичности, может и оказывать и кардиотоксический эффект. Поэтому обязательно определяют фракцию выброса левого желудочка, в частности по Симпсону, которая варьирует в пределах 55%. Если же врачи назначают фракцию выброса левого желудочка, и она снижается до каких-то определенных значений, то здесь может быть и отложено введение тростозумаба, либо могут назначаться кардиологические препараты, кардиотропные препараты. Но при восстановлении фракции выброса левого желудочка опять возобновляется введение тростозумаба. И вот те побочные эффекты, которые здесь наблюдались, они в принципе соответствуют самому препарату, его токсическому профилю. Наблюдалось в группе оригинального тростозумаба характерны для него нарушения РИМ, нарушения фибрилляции предсердий и спектр наиболее частых нежелательных явлений. Но здесь почему, собственно, видим мы осложнения, связанные с кровью? Потому что пациенты получали не только таргетный препарат, но они получали еще и токсический препарат по клетоксил. Поэтому в принципе побочные эффекты были сопоставимы для той и другой группы пациентов, потому что те и другие получали по клетоксилу, они были однотипны и не отличались. И вот когда успешно была завершена первая фаза, которая показала, что препараты биоэквивалентны, побочные эффекты у них не отличаются, они сопоставимы. То есть побочные эффекты были там и там, потому что в свое время достаточно знаменитый врач сказал, что если у препарата нет побочных эффектов, нужно задуматься, имеет ли он вообще какие-либо эффекты. Поэтому у каждого препарата есть свои побочные эффекты. Нужно их знать и своевременно их выявлять и назначать соответствующее лечение или назначать профилактику к этим препаратам. Ну вот, соответственно, после первой фазы пропускается вторая фаза, которая проходит оригинальные препараты, потому что для биоэквивалентных препаратов в этом нет необходимости. И, соответственно, ученые переходят сразу на третью фазу клинических исследований, которая также была проведена для отечественного тростовымаба. И здесь опять-таки уже было включено больше пациентов. Выборка это объяснялась теми целями, рассчитывать статистиками, собственно, сколько нужно взять ту и другую группу, чтобы те различия, которые были получены, были достоверны. И вот сюда, вот в этом исследовании включались пациенты уже с метастатическим HER2-позитивным раком молочной железы. В одной группе получали препарат оригинальный тростозумаб вместе с химиотерапией. В другой, соответственно, уже оригинальный тростозумаб с химиотерапией. Что получилось? Задачи, конечно, большие. Исследователи оценивали, как эффективность. Это прежде всего частота объективных ответов, полных и частично вторичные точки, безопасность, фармакокинетика. И, соответственно, популяция пациентов, это я уже говорила, это были пациенты метастатическим раком молочной железы. Обе группы были сопоставимы по основным клинико-патоморфологическим характеристикам и в отношении паспорта опухоли, и патоморфологического заключения, и в отношении поражения органов при вторичном, при метастатическом процессе. И вот если мы посмотрим по эффективности, по частоте достижения объективного ответа частичного полного регресса стабилизации, как тростозумаб оригинальный, так, оригинальный это розовый столбик, зелёный это, соответственно, отечественный тростозумаб. Препараты были сопоставимы по всем параметрам, которые оценивались. Это и общая частота ответа, включая полный ответ, частичный ответ, стабилизация, прогрессирование. То есть препараты были эквивалентны по частоте регресса опухоли, по частоте контроля над болезнью. Мы также, учёные и исследователи, оценили профиль безопасности, токсические эффекты и посмотрели частоту серьёзных нежелательных явлений. Соответственно, они были сопоставимы, клинически значимых различий не было. Отложено количество курсов, в принципе, в равной степени у той и другой группы пациентов. Иммуногенность и летальные исходы, здесь, опять-таки, различия достоверных нет. И в ряде случаев неприятные исходы были связаны, когда очень активно развивается болезнь, и не всегда мы можем контролировать жизнь. Это всё, конечно, хоть я понимаю, что где-то фаталист, но, тем не менее, если мы можем, то тростозумаб – это именно тот препарат, который эффективно контролирует болезнь. И перечень серьёзных нежелательных явлений были в большей степени связаны с введением цитостатика комбинаторного партнёра, в данном случае поклитоксел. И гематологическая токсичность, она опять-таки была сопоставима. Розовый столбик, напоминаю, это оригинальный препарат, а, соответственно, зелёный столбик – это отечественно оригинальный препарат. Они были сопоставимы по всем осложнениям, которые могут быть как со стороны крови, клинического анализа крови, так и со стороны биохимического анализа крови. Различия были сопоставимы. То есть не было таких вот значимых различий. Специфические для тростозумаба нежелательные явления, они были сопоставимы в обеих группах. И какие основные исследования, какие заключения третьей фазы были сделаны по фармакокинетике? То, что анализ фармакокинетики показал, что эти два основных препарата сопоставимы по всем трём позициям. И здесь видите, как часто производился забор образцов крови пациентов, получающих тростозумаб оригинальный и отечественный. Он выполнялся на первом и на шестом цикле буквально каждые 15 минут. И сначала это в первые сутки, а затем уже через сутки, через трое суток и уже через пять суток. И далее уже достаточно постоянно, жёстко, совершенно контролировался показатели фармакокинетики этих двух препаратов. И вот здесь графически мы видим изменения фармакокинетики, которые были идентичны между как оригинальным препаратом, так и отечественным препаратом тростозумабом. И исследование третьей фазы, которые были сделаны в заключении, что анализ эффективности продемонстрировал не меньшую эффективность препарата отечественного биоката, произведённых компанией биокат по сравнению с препаратом оригинальным тростозумабом. Анализ безопасности показал, что препараты отечественные и оригинальные обладают аналогичными характеристиками переносимости, иммуногенности и безопасности. И фармакокинетические профили препаратов отечественного и оригинального не имеют значимых отличий как после первого введения, так и при многократных введениях. Поэтому в настоящий момент в нашей клинической практике тростозумаб отечественный вошёл так же широко, как и оригинальный. И я сейчас не вижу различий между тем и другим препаратом, потому что эффект у того и другого препарата один и тот же. И он определяется главным образом биологии опухоли и переносимости того пациента, который получает данное лечение. Главное, чтобы тростозумаб был. Вот это вот самое важное. В лечении больных ердопозитивным раком молочной железы тростозумаб должен быть у максимального практически у всех пациентов, потому что это живая вода, которая должна быть. И я благодарю вас за внимание и готова ответить на вопросы. Продолжение следует...